Привет! Сегодня небольшое видео о том, что удалось уже выдрать из базы данных игры и какую полезную информацию почерпнуть. Первый кусочек, первая табличка это скорость перемещения и скорость чарджа кавалерии. Здесь вы видите тяжелую, легкую, среднюю, супертяжелую, очень тяжелую и очень легкую кавалерию. Четвертый столбец, точнее пятый, это скорость бега. Видите, она у всех разная. А вот скорость чарджа 12, у всех одинаковая. Это говорит нам о том, что да, вы можете очень долго теми же хашками убегать от тяжелой кавалерии, однако как только она приблизится к вам на дистанцию чарджа, то тут, что вы, что они будут бежать с одинаковой скоростью, и это может создать вам проблемы. Или наоборот, сыграть вам на руку, если вы в роли догоняющего. Второй кусок информации это то, что у всей кавалерии против пехоты есть скрытый бонус в 5 единиц. Напоминаю, что он добавляется и в атаку, и в урон. Раньше я в этом не был на 100% уверен, но получила подтверждение от Агони Дака об этом. И чардж, и бонус против какого-то вида войск добавляются и в шанс попасть, и в урон при попадании. Так что имейте это в виду, это достаточно ценная информация. Итак, у всей кавы плюс 5 против пехоты. Этот бонус, однако, отсутствует против пехоты в построении квадратом. Я думаю, тут имеется в принципе, может быть, имеется в виду и фаланга, и какие-нибудь стены щитов, но, к сожалению, более точной информации пока что нет. И дополнительный бонус против свободного строя в 10 единиц тоже следует учитывать. Однако не забывайте, что если, например, вы подставляете какой-то юнит как мясо под кавалерию, иногда имеет смысл поставить его разряженным строем. Потому что, в принципе, скорость его смерти особо не изменится от того, насколько большой бонус против этого отряда будет иметь кавалерия. Однако отряд, стоящий с той... Господи... Который стоит разряженным строем, он будет просто снимать больше места, и конникам придется подольше ехать от одного человечка к другому, чтобы его убить. Вот тоже это стоит иметь в виду. Следующий полезный кусок информации – это то, как изменяется защита в ближнем бою в зависимости от направления атаки. Когда вы атакуете во фланг, защита ополовинивается. Когда вы атакуете в тыл, защита обнуляется целиком. Имейте это в виду. И последний, очень интересный кусок информации – это то, как работает шанс попасть в ближнем бою. Базовый шанс попасть – это 40%. Он может дойти до 85% или снизиться до 15%. Не выше и не ниже. Напоминаю, что он зависит от соотношения атаки в ближнем бою и защиты в ближнем бою. Каждая единичка в плюс к атаке в ближнем бою повышает этот шанс на единичку. Каждая единица защиты, соответственно, снижает его. Детально, как он работает, то есть точной формулой, по которой мы могли бы взять два юнита и определить, у кого по кому какой шанс попасть, к сожалению, пока что я не знаю. Как только узнаю, будет на эту тему видео. Но стоит учитывать, что, например, супервысокие показатели атаки иногда будут просто бессмысленными, потому что вы будете упираться в кап 85%. И, например, прокачка какого-нибудь юнита иногда будет слишком глупым вложением денег. Также не забывайте, что чардж и бонус против каких-то видов отрядов добавляется не только в урон, но и в шанс попасть. Соответственно, особенно у ландской кавалерии при натиске, учитывая, что там у нее натиск за 100, у кого-то и за 200, будет целиком и полностью упираться в этот лимит. 85% шанс попасть по кому-то. На этом у меня все. Надеюсь, видео было полезным. Если что, пишите комментарии, задавайте вопросы. Пока, до новых встреч!